Таинственный юнталовский душитель оставил очень странный узел на удавке, но загадочное убийство иностранца все равно раскрыли, как Анна Кострова знает. У этого загадочного преступления были все шансы стать глухарем. Свидетелей не было, но таинственного душителя из юнталовского парка вычислили и задержали всего за два дня. На мертвеца в лесную чащую неделю назад наткнулся пенсионер. Он рассказал, что отправился за березовым соком и вдруг такое. У покойника были выбиты зубы, на шее туго затянут шнурок от ботинка. Узнать имя покойника удалось ни сразу, ни документов, ни мобильного телефона при нем не было. Помогло то, что мужчина при жизни нарушал закон. В ходе осмотра места происшествия с трупа сняли отпечатки пальцев, проверили по базе УМВД папиллон и удалось установить личность убитого. Им оказался гражданин Узбекистана. С причиной смерти оказалось сложнее для убийства. Способ затягивания удавки был достаточно необычный. А вот при суицидах криминалистам с похожим сталкиваться приходилось. Концы этого шнурка были завязаны двойным узлом на передней поверхности шеи. Если так можно выразиться, завязаны в бантик. Поэтому была такая мысль, была такая версия рассматривалась, что непосредственно мог быть совершен суицид. Ранее были в Петербурге и на территории Российской Федерации, в других субъектах аналогичные случаи. Но судмедэксперты сделали категоричный вывод убийства. На собачий нюх надежды не было. Три дня тело пролежало под дождем, который смыл все следы. Найти таинственного юнтуловского душегуба помогли камеры видеонаблюдения. Они зафиксировали, как в магазине неподалеку от лесопарка потерпевший с приятелем покупал спиртное. С бутылкой оба отправились в чащу, а вышел оттуда только один. В поисках убийцы оперативникам пришлось проверить все близлежащие стройки и изучить сигналы мобильных телефонов в районе лесопарка. Вскоре 52-летний гражданин Узбекистана показывал, как избивал и душил земляка. Причину жестокой расправы объяснил через переводчика. В ходе распития спиртных напитков он начал его оскорблять. Его родителей, семью и детей. Выяснилось, что мужчина во время срочной службы принимал участие в боевых действиях в Афганистане. В Петербурге жил последние пять лет. Без регистрации перебивался случайными заработками. Подозреваемый в ходе допроса пояснил, что после того, как произошел конфликт, он нанес потерпевшему множественные телесные повреждения в область головы и тела, после чего снял шнурок с ботинка потерпевшего и задушил его этим шнурком. На днях Приморский районный суд отправил обвиняемого в камеру следственного изолятора. Вину в убийстве он полностью признает. Во всяком случае пока. Анна Кострова, Степень защиты.